Моллюск 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 Моллята Райкомы и Раисполкомы Никаких Во-первых, не поступило никакой ответной реакции Вот сейчас наш катер подходит к цели нашего рейса К острову Скрипцова Где в прошлом году произошла массовая гибель рыбы и моллюсков Аквалангисты готовятся к погружению Катер стоит на границе зоны опасного загрязнения Именно у этого острова сходятся неочищенные стоки океанского фанерного завода От которого ущерба природе больше, чем прибыли от продукции и реки Раздольной, воды которой отравлены сбросами у Сурийского кожевинобувного комбината и сахарного завода. Борис Владимирович, ну что, как дела? Ну, в общем, видите, вот мертвые створки, устриц погибшие. Ну, судя по тому, что вот эти вот есть живые актинии, вот она, живая актиния, чувствует себя неплохо, ну, вообще, это животное, которое трудно убить, оно очень живучее. Звезды? Звезды, они тоже животные, которые мигрируют. Ну, на данный момент, как там состояние? В общем, я бы назвал его в этом месте, оно удовлетворительное. Ну, все-таки естественное очищение произошло, и в принципе... Нет, пожалуй, не очищение, а штормами загрязненную воду ведь уносит. И когда сносит верхний поверхностный слой загрязненной воды, то нижний слой выходит на поверхность. Немножко промывает. Конечно, это наше счастье, что у нас гидродинамика здесь все-таки позволяет заливу иногда самоочищаться с помощью ветров, течений. Заканчивается сегодняшний наш рейс. Вот если подвести итоги, то что бы вы могли сказать? Мне бы хотелось просто привлечь внимание общественности, активизировать ее силы, обратить внимание людей, принимающих решения на бедственное положение в Приморского края и Амурского залива. И если мы быстро не начнем что-то делать, наступит момент, когда будет уже поздно что-либо делать. Вы не преувеличиваете? Я не преувеличиваю. Продолжение следует...